Цегламинская библиотека номер 16 представляет презентацию «Жила-была лягушка». Начиная с 2008 года, 20 марта признана Всемирным Днём Лягушки. Этот праздник создан с целью привлечения внимания к проблемам земноводных и посвящен защите амфибий, некоторые виды которых находятся на грани вымирания. Для большинства людей лягушки – это что-то маленькое, скользкое и противное, живущее в сырых местах. Кому-то известно, что в некоторых странах лягушек употребляют в пищу, что на этих земноводных будущие учёные и врачи отрабатывают свои навыки, проводят над ними научные эксперименты. И лишь немногие, знакомые с лягушками ближе, знают, что это самые многочисленные представители обширной группы амфибий, что мировое разнообразие их очень велико. Лягушки могут находиться как в воде, так и на суше. Однако, заметить их бывает трудно, если они затаились. У них маскировочная окраска. Их хорошо видно, когда они плывут или скачут. Если лягушка живёт на земле, её окраска будет бурая под цвет земли. В воде лягушки зелёного цвета, под цвет водорослей, листьев, кувшинок и других растений. Такая окраска делает её незаметной от хищников, которые могут её съесть. С наступлением холодов лягушки зарываются в ииле на дне пруда, где и проводят всю зиму. Оживают весной с наступлением тепла. Откладывают икру. Икринка лягушки похожа на маленький глазик. Внутри круглого белого мешочка находится крошечная чёрная точка. Эта точка быстро растёт, и через некоторое время уже можно различить маленького головастика. Головастик подрастает и выбирается наружу. Мамы рядом нет, поэтому он сам начинает искать себе еду. В воде всегда найдётся множество мельчайших растений, которыми с удовольствием питается маленький головастик. Со временем у головастика вырастают задние лапки. Он всё больше становится похож на лягушонка. Головастик растёт, и у него появляются лёгкие, и он начинает дышать воздухом, высовываясь из воды. Хвост у него становится всё меньше, зато начинают расти передние лапки. Наконец, головастик становится настоящим лягушонком и может выбираться на берег. Любимое лакомство молодой лягушки – насекомые, червячки и улитки. Пройдёт ещё много времени, прежде чем лягушка впервые отложит икру, из которой однажды снова появятся головастики. О лягушках написано немало рассказов. Отрывок из рассказа Константина Паустовского «Квакша» я вам сейчас прочитаю. Жара стояла над землёй уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно невооружённым глазом. «Как это можно увидеть жару?» – спрашивала всех Таня. Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала о взрослых много новых вещей. «Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что сколько не проживёшь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь». «Пойдём наверх, я тебе покажу жару», – сказал Глеб. «Оттуда лучше видно». Таня вскарабкалась по крутой лестнице нами за ним. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клёна так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они всё лето и простояли на стерж. На мезониме был балкон с резными перилами. Глеб показал танец балкона на луга, за рекой и на дальний лес. «Видишь, жёлтый дым, как от самовара, и весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод. Что хочешь?» «А холод, когда снег?» – спросила Таня. «Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни. Тогда я тебе покажу, как выглядит холод». «А как? Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо». Пока же стояла жара, и больше всех от неё страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе под кустом бузины. Двор так раскалялся от солнца, что всё живое пряталось. Даже муравьи не решались вылезать днём из подземных своих муравейников. А терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно. И лягушка начала голодать. Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб. И с тех пор все дни просиживала, сонная в погребе на холодных кирпичных ступеньках. Когда молоденькая работница Ариша спустилась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала. По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак, и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать. От политой земли тянуло сыростью. Из пахучих белых цветов табака изрезка падали на голову холодные капли. Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается темным и таинственным. Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон. А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи, и придет полночь, самое хорошее время. Может быть, даже упадет роса, и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь. Бородатый Глеб был старым опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золоченые крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески, и начинал чинить свои удочки. Тогда Таня не разрешалась подходить к столу, чтобы какой-нибудь мушинный крючок не впился ей в палец. Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же. Сидел рыбак веселый на берегу реки, и перед ним по ветру качались поплавки. Но в это лето Глебу пришлось туго. Из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказались их копать. Глеб пришел в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами. Здесь производится скупка червей от населения. Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами. Ну и хитрый же человек, чего написал. И шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами. В обмен на картофельное варенье. Пришлось стереть надпись. Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка-два червей. Глеб их берег, будто эти черви были золотые. Перекладывал сырым мхом. Завязывал банку с червями марлей и держал ее в темном погребе. Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб. Вытащил ее из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую, подслеповатую курицу. Вот, — сказал Глеб грозным голосом, — человек трудился в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует и даже научилась развязывать марлю. Придется ее проучить. «Как?» — спросила с испугом Таня. А курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом. «Отдать ее на съедение этой курице и все!» Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба. «Не смей!» — закричала Таня на курицу и заплакала. Курица оббежала в сторону, поджала лапу и стала ждать. Что будет дальше? «Дядя Глеб, зачем же ее убивать? Дай ее мне! Чтобы она опять воровала!» «Нет, я ее посажу в стеклянную банку и буду кормить! Разве тебе самому ее не жалко?» «Ну ладно!» — согласился Глеб. «Бери, так и быть! Ни за что бы я ее не простил, если бы ты не заступилась! И если бы это была обыкновенная лягушка!» «А разве она не обыкновенная?» — спросила Таня и перестала плакать. «А ты не видишь? Это древесная лягушка Квакша! Она замечательно предсказывает дождь!» «Вот она его нам и предскажет!» — с облегчением вздохнула Таня. И с короговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната. «Дождик, ой, как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!» Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила ее в банку с травой и поставила на подоконник. «Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку», — посоветовал Глеб. «А зачем? Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь!» А дождя все не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала. Жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно. Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и, осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке под крышей, жила в гнезде ласточка. Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда. «Тебе чего?» — спросила она. «Весь день носишься, носишься, даже звон в голове стоит. А тут еще и ночью каждый будет, отдохнуть не дает». «Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать», — ответила лягушка. «Я тебя никогда еще не будила». «Ну ладно, рассказывай», — ответила ласточка и зевнула. «Что у тебя стряслось?» Если вам понравился рассказ про лягушку, и вы хотите узнать, о чем попросила лягушка ласточку, и что дальше произошло с лягушкой, приходите в библиотеку, берите книгу Константина Паустовского и дочитайте рассказ «Квакша» до конца. Рассказы о лягушках есть у разных писателей — Михаил Пришвин, Леонид Пантелеев, Виталий Бианки и другие. Эти произведения очень любят дети, ведь они открывают для них мир природы и доброты. Приходите в библиотеку, берите и читайте книги. Благодарю за внимание.